И мы, как ни странно, попадаем в воспоминания о трёхгодичной давности. Получение навыков. В меню идолорезчика открыт доступ к меню получения навыков. Потратив в этом меню очки навыков, можно изучить новые навыки. Масло масляное. Появилась новая вкладка изучения навыков. Получение навыков. Новые навыки можно открывать, потратив очки навыков в меню навыков. Новые боевые стили можно изучать по соответствующим тайным учениям. Есть три типа навыков. Боевые искусства, умения синоби и пассивные навыки. Боевые искусства нужно выбирать в меню снаряжения, а умения синоби и пассивные навыки начинают действовать сразу же, как только вы их изучили. И прокачка навыков секира выглядит вот таким вот образом, в виде дерева навыков. Пока что нам доступно только одно очко навыков, и мы можем выучить умение атака вихрь. Дает навык атака вихрь. Это боевое искусство позволяет атаковать во вращении сразу нескольких врагов одновременно. Мощный рассекающий удар в сочетании силы и вращения может поражать более одного противника и наносить урон, даже если те поставили блок. Позволяет синоби прокладывать себе путь в толпе врагов. И пока мы не прокачаем начальный навык, мы дальше не можем видеть, какие навыки нам будут доступны далее. Ну давайте прокачаем атаку вихрь. И после этого нам стали доступны еще два навыка. Это отражение атак в прыжке и карма синоби тела. Прочитаю об этих навыках позже, когда смогу их прокачать. Боевые искусства. Боевые искусства – особые приемы атаки соответствующих боевых стилей. Чтобы использовать их, нужно выбрать в меню снаряжения. Изучать их можно в меню навыков или с помощью особых книг с тайными учениями. В меню снаряжения теперь можно выбирать боевые искусства. Можно выбрать не более одного искусства за раз. Атака вихрь. Чтобы его использовать, нужно выбрать его в этой ячейке. Также у нас появился новый инструмент в протезе. Это петарда синоби. В меню быстрого доступа можно поставить три протеза, которые переключаются на клавишу Y или треугольник, если вы играете на геймпаде от PlayStation. Но, в отличие от тех же самых заклинаний в Dark Souls, протезы можно менять всегда. Вам для этого не нужно находить идолрезчика. Достаточно нажать на паузу и выбрать. И так как в игре вы все-таки чаще будете использовать предметы, чем смену протезов, вы можете в меню настроек поменять клавишу вверх, использование предметов, на клавишу Y. Тем самым вы будете менять протезы клавиша вверх, а допустим выпивать лекарства на клавишу Y. Что мне кажется более удобным, но я уже привык и так. Еще одно драже. Так, я отдохну, чтобы восполнить свою флягу. И те, кто играл в Dark Souls, скорее всего уже знают эту фишку, но я все-таки о ней скажу. Допустим, если у вас стоит очень много предметов в меню быстрого доступа, и вам нужно быстро переключиться на первый, где скорее всего у вас стоит фляга, то не нужно перебирать их все, чтобы найти эту флягу. А достаточно просто зажать клавишу вправо или влево. И тогда у вас активируется первая ячейка. Поместье Хирата. И давайте наконец узнаем, какая же все-таки трагедия произошла в проместье Хирата. Сюда можно увидеть объятые пламенем дома, а там вдалеке стоит трехэтажная пагода. Здесь нам нужно использовать экстремальный спуск. Тупик, где даже не соизволили положить ни одного предмета. Продолжение следует... Что произошло? Продолжение следует... Что мы узнали? Похоже, что нашего отца зовут Филин. Также мы узнали, что на поместье Хирата напали бандиты. Но это, в принципе, мы и так уже знали из диалога с Аниямой. И похоже, что эти воспоминания трёхлетней давности. Как мы знаем, у нашего героя небольшая амнезия. И похоже, он совершенно не помнит, что произошло в этом поместье три года назад. Так, кажется, он впалил труп. Так, а мы подобрали новый предмет. Порошок огнестойкости. Лекарство для лечения ожогов. Снимает отрицательный статус огонь. И временно замедляет его накопление. Повышая сопротивляемость огню и уменьшая урон, наносимый атаками огнём. Когда враги применяют огонь, без порошка огнестойкости не обойтись. Ну, в общем, никакого особого лора здесь не содержалось в этом описании. Впалил труп, но быстро отошёл. Какие у него модные стринги. Грязные неотёсанные воры. Здесь внизу у нас лежит драгоценная чешуя. Яркая чешуйка драгоценного карпа. Для обычного человека это лишь красивая чешуя. Но, по слухам, есть поклонники некоего совершенства. Что ценят эти чешуйки. Чуть ли не выше всех драгоценностей мира. Лучше приберечь их на случай встречи с ними. Драгоценная чешуя выступает здесь неким... ...аналогом дополнительной валюты. Да, как вы уже могли заметить, в игре от Фромов появилось плавание. И здесь у нас невидимая стена. Есть, конечно, условности в этой игре. И давайте немного порыбачим. Тихонько подплываем. Делаем рывок. И бьём. Это карпы. Некое подобие кристальных ящерок. Дают ту самую чешую. И здесь их плавает несколько штук, а точнее... ...четыре штуки. Одного мы уже поймали. Остальных поймать сложнее. Нужно нырять. Но... Нырять мы пока не умеем. Но даже не умея нырять, их можно всё-таки выловить. Это слишком глубоко. В отличие от кристальных ящерек в Dark Souls, тут не нужно перезагружать локацию, когда они уплывают, исчезают. Нужно просто немножко отойти, отплыть, и они появятся снова. Кажется, он меня где-то впалил. Но я его не вижу. Ну, пока поплаваем, пособираем предметы. Здесь на берегу у нас... ...собака. ...вырежем с Сурикеном. И всего лишь один бандит. Не получился почему-то он не смертельный удар. И если присмотреться, над всеми предметами порхают бабочки. Шар трофеев. Такой мы уже находили. Не знаю, получится ли у меня поймать последних двух карпов. Может. Может. Но здесь у нас есть кое-что ещё. Как раз тот самый, кто готов за чешую карпа продать нам несколько интересных предметов. Это божественная трава, тайное лекарство, полностью восстанавливающее запад жизни и снимающее все отрицательные статусы. В землях Асина есть одно очень древнее место. Говорят, что его почва, камни и вода снискали внимание богов. Целитель Доган изучил местные растения и придумал рецепт этого особого лекарства. Иссушённая красная фляга. Иссушённая красная фляга с лекарством. При отдыхе запас лекарства во фляге пополняется. Лекарство снижает скорость накопления статуса «огонь» и немного повышает сопротивляемость, но не снимает статус полностью. Кусок маски. Правый. Часть старой танцевальной маски. Маска, очевидно, была разломана на несколько кусков. Этот кусок – правая её часть. И парящая смерть. Подробное описание техники «Парящая смерть». Теперь вам открыто соответствующее боевое искусство. «Парящая смерть» – серия плавных, подобно танцу, атак, обрушивающих на врага вихрь грациозных ударов. Формально это техника клана Асина, но из-за заморского происхождения считается еретичной. По идее, если поймать последних двух карпов, которые здесь плавают, можно прямо сейчас купить этот навык. Но, в принципе, он не так сильно сейчас и нужен. В большей степени нам всё-таки сейчас пригодится и сушёная красная фляга. А за «Парящей смертью» мы вернёмся попозже. Когда мы купим у него достаточно вещей, с ним можно будет ещё поговорить. Да, они глубоковато плавают. Но, поверьте, их можно поймать, если задаться целью. Так, а мы, пожалуй, поставим и сушёную красную флягу. Эта фляга, как и фляга с лечением, заполняется, когда мы отдыхаем возле костра. И врата охраняет Бандит с тремя собаками. Попробуем его снять. Он всё ещё не понял, что же происходит. Бандит с тремя собаками. Как кто-то написал в описании предыдущему ролику, похоже, что в поместье Херата все очень херовато. А лошадей-то зачем было резать? Этот хрен с факелом дальше не пойдет. Придется обходить. Придется обойти их можно с этой стороны стены. Заодно и заберем очередной леденец Унга. Пока мы встречали только три типа этих леденцов. Так, тут высоковато. И попробуем их всех тут вырезать. Так, кажется, он что-то заподозрил. Ну что ж, придется принять нижний бой. Хватит уже играть в невидиме. Хватит уже играть в невидиме. Ну, ну, он бегает где-то за стеной. Ну, еще и ходит там что-то ломает. Леденец. Леденец. Так. Леденец. Леденец. Чёртовы ворюги. Как можно видеть, они здесь вырезали практически все поселение Хирата. В том числе всех женщин и, возможно, детей. Но детей обычно в таких играх не рисуют, конечно же. Здесь у нас еще трое. И в первую очередь желательно вырезать того, который с топором. Давайте попробуем как-нибудь отличие. Блин, я хотел кинуть немножко не туда. Да что?! Блин, чёртовы камни! Вот я всё испортил. Попробуем кинуть хлопушку, чтобы немножечко их изориентировать. Пока я его вырубаю лучшенько. Так, сразу двое могут быть опасными. В хлопушке вещь очень прикольная, но, к сожалению, жрет она очень много. Здесь у нас очень неприятное место. С большим количеством противников. И первым делом надо снять вот того чертова стрелка. Иначе он попортит нам еще жизнь. Хватило бы трех, но я от испуговки нож четвертый. Здесь также еще есть собаки. Оу! Твою мать! Чертова крыша! Не хотела кидать. У мужика Сирюкен, конечно. Похоже, я впадил в всю контору. Блин, ну что ж, придется свалить. Пусть они успокоятся. И чтобы они быстрее успокоились, нужно свалить как можно дальше. Можно цепляться за крыши там, где нет вот таких вот бамбуковых сталок. Блин, опять меня кто-то впалил. Собака. Пошла вон. Синяк. Кто-то, блин. Так, все, собаки вроде кончились. Жалко, здесь нельзя стучать по стене. Как в том же самом «Металгер», например. Кругом одни трупы. Похоже, это некое поселение крестьян, которое находится у подножия поместья. Кругом одни трупы. Кругом одни трупы. Так, выводим постового. И мы находим масло. Банка с обычным маслом. Разбив банку, вы забрызгаете маслом всех окружающих. Враги, забрызганные маслом, легче загораются, получают дополнительный урон жизни от огненных атак и становятся более уязвимы к статусу огня. Ну, с маслом мы еще знакомы по Бладборну. Трое возле костра, один вдалеке. И Анияма не соврал. Рассказывая нам про некую штуку, которая пуляет огнем. И также про то, что все воры здесь очень сильно нахлебались. Но с синяками мы уж как-нибудь справимся. В дальнейшем у таких выпадов мы сможем более эффективно парировать. Парни с топориками не очень приятные личности. Но в принципе даже их вполне можно парировать. Ну или в крайнем случае блокировать. Они дают очень много масла. Шар богатства. Такой мы тоже уже подбирали. Дает больше золота, если его лопнуть. И кстати, если допустим лопнуть шарик богатства перед тем, как собирать со всех барахло. Вы будете собирать больше золота. Эти шарики действуют достаточно долго. Давайте немножко здесь пробежимся. Проверим все, или я тут обубрал. Так, это эмблемы духа. Иногда они летают здесь в свободной форме. Да, всех перерезали. И в костре у нас находится огненный ствол. Железный ствол, плюющийся огнем. Его можно вставить в протез. Человеческой силой трудно обуздать гнев обладателей красных глаз. Огненным же оружием их, возможно, удастся усмирить. Говорят, что огня они боятся больше всего. И еще одна подсказка. О том, что противники с красными глазами боятся огня. Но что приводит к красным глазам, пока что остается загадкой. Если вы посмотрите, то над моей строкой жизни можете увидеть и два кругляшка. Эти кругляшки показывают мою способность к воскрешениям. Как нам сказала Анияма, они напали тогда, когда практически все самураи ушли на бой. Возможно, была какая-то наводка. Леденец Гакана. Леденец, сделанный охотниками на Синоби. Наделен благословением Гакана. Временно снижает урон, наносимый в вашей концентрации. Раскусив такой леденец и став стойку Гакана, воин получает благословение духа. Монахи храма Миссен обучены убивать Синоби. А охотник на Синоби должен быть непоколебим. И, кстати, с одним охотником на Синоби мы скоро встретимся. А пока откроем шорткат. Здесь мы уже были. Эти врата были заперты с другой стороны. И теперь, чтобы не бегать вокруг, мы можем сразу же пробежать, в случае чего здесь. И здесь есть несколько мест, которые можно посетить. Они не обязательны, но все-таки желательны. Например, если вы хотите вырезать несколько петухов. Желанно петушиную ферму. Странно, что воры не вырезали еще и петухов. Возможно, они боялись их больше, чем других жителей этих поселений. Очередная порция леденцов. И, похоже, здесь все. Воры практически все разграбили. Но все-таки они кое-что оставили. Ну, какие принципиальные воры в Будде? Они не воруют. Верующие, наверное. Но это все равно им не поможет. И здесь еще один инструмент Синоби – это топор обезьяны. Тяжелый топор Синоби из черного железа. Можно установить в протез Синоби – грубое оружие, которое не сколько рубит, сколько ломает своим весом. Некогда принадлежал Синоби по прозвищу «Быстрая обезьяна» из опустившейся долины. Был оторван в стычке вместе с левой рукой. Судя по всему, в этой игре очень часто отрубают руки. И что он там, интересно, делает? Возможно, он с чем-то провинился и его поставили в угол. Ну да ладно. В смысле, легкий кошелек. Удивительно, как его не стащили. Удивительно, как его не стащили. Ну, похоже, что все-таки не всех они еще вырезали. И мне удастся кому-то помочь. Пытался поднять тревогу, но здесь уже никого нет в живых. Хотя нет, там ходит еще один по лестнице. Продолжение следует... Продолжение следует... И похоже, что помимо бандитов, здесь еще орудует и охотник на Синобии. Продолжение следует... Ну вот, меня еще и обвинили в предательстве. Но ведь всякое может быть, я от ничего не помню. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Порошок противоядия. Ну, спасибо хоть на этом. По-моему, здесь больше ничего нет. И кто это у нас здесь? Да. Ну, что-то. Ты тоже, как раз? Что-то, 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 что-то. Как-то что-то, что-то, что-то. Ну, что-то, что-то здесь, что-то, что-то, куда-то я увидел. Поверьте, что-то. По идее, надо бы его прирезать, но если вы его убьете, то он пропадет в будущем, и вы лишитесь отличного торговца. Поэтому, как бы вам не хотелось его зарезать, не делайте этого. И давайте посмотрим на этого парня. Никого он вам не напоминает? Да, этот парень местный Патчас. Так же, как и Патчас серии Соулс, постоянно нам подсказывает, что именно там, возможно, есть чем-то поживиться. И когда мы туда приходим, то обычно попадаем в ловушку. Возможно, здесь что-то изменилось? Трехэтажную пагоду мы видели с холма. Но как туда добраться? Как раз про эту встречу и говорил Анияма. Что он нас видел, и мы что-то искали. Да, мы и три года назад, так же, как и сейчас, искали Кура. Ничего особо не поменялось. Очередная статуэтка Дзидзо. И там за бамбуком можно увидеть некий предмет, но отсюда его достать нет никакой возможности. Очень красивая бамбуковая роща. И сейчас нам необходимо вернуться в настоящее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!